Итак, друзья, сейчас переходим к шестому-седьмому уроку по работе в редакторе Movavi, который будет называться «Загрузка видеофайлов и звуковых файлов в наш видеопроект». Вы видите, что обрезка видеодорожки и звуковой уже заранее подготовлена. Дальше мы установили, я установил логотип нашего проекта, вот он, вот эта дорожка. Установил ссылку или хэштег в видеопроект, установлены контакты проекта в том месте, где это необходимо, а также название, вот название видеопроекта, ну и заключительные слова, там, видео понравилось, подпишись на канал и так далее. Сейчас мы переходим к загрузке звукового файла, а также видеофайла в конце, либо в любом точке видеопроекта, который мы захотим. Для этого я заранее подготовил музыку, музыкальный файл, который скачал с фонотеки канала YouTube. Вы знаете, кто еще не изучил, изучите. Есть звуковые файлы, звуковые дорожки, которые необходимо указывать в описании, принадлежность, то есть авторство, и которые можно без этого запускать. Я запускаю обычный, который можно запускать, привязывать к вашему видео без особого разрешения, то есть не нарушая авторских прав. Итак, значит, для того, чтобы добавить, мы вот сюда нажимаем кнопочку, либо вот здесь выбираем файл, добавить медиафайлы. Добавить файл, добавляем нашу звуковую дорожку, открыть, и она появляется внизу, вот обратите внимание, внизу, в звуковой дорожке. Так, посмотрим, что у нас получается. Мы слышим то, что звуковая дорожка, естественно, гораздо громче, чем наш главный персонаж в видеопроектах говорит. Для этого нам необходимо уменьшить звук. Для этого мы выделяем, видите, желтым цветом, то есть кликаем левой кнопкой мыши на звуковую дорожку, и в редакторе свойства аудио уменьшаем, уже практика показала, уменьшает до 10%. Так, уменьшил, теперь послушаем, что у нас получается. Все равно громко, громко, для того, чтобы еще уменьшить, вот здесь вот захватываем левой кнопочкой, видите, вот эту белую полосу, курсорчик, и еще уменьшаем меньше, смотрим дальше, проверяем. Так, хорошо, то есть звуковой фон мы создали, теперь нам необходимо в конце файла, что сделать, обрезать дорожку. Видите, она выходит за пределы видеофайла, в виде дорожки. Значит, что мы делаем? Делаем обрезочку. Для этого находим место, так, находим место где-то, останавливаем ее, и нажимаем на ножницы. Все, вот обрезка совершена, вот эту концовочку мы, что делаем, удаляем. И еще, очень хорошо будет, когда в самом конце закроют дорожки, и в начале, ну, как бы будет затухание. Для этого мы нажимаем на файл, нажимаем на вот эту кнопочку свойства аудио, и вот здесь, видите, появление, вот, нажимаем кнопочку исчезновения, вот, нажимаем на дорожку, и смотрим, что у нас получается. В самом начале. То есть, будет музыка появляться постепенно, не сразу. Так, и смотрим в конце. Все. Все у нас это получилось. То есть, вы поняли, как загружать дорожки звуковые. Еще раз вам покажу файл. Добавить медиафайл. Нажимаем. Заранее подготовив для этого звуковой файл, значит, в звуковой файл mp3. Так, либо нажимаем, либо нажимаем, вот, вот, добавить файл. Такие, то же самое. То есть, здесь достаточно функций в видеоредакторе, чтобы это сделать. Так, переходим к следующему моменту. Это загрузка видеофайла. Допустим, я хочу установить в конце, хочу установить в конце своего видеопроекта концовочку. Либо где-то в середине. Для этого я также добавляю, нажимая кнопку добавить файл. Вот я заранее подготовил. Файл такой, концовка. Шесть секунд. Открываю ее. И вот у нас в конце нашего видеопроекта появляется видеофайл, который нам интересен. Вот. Вот такая концовочка, например. Мы слышим, я слышу, что звук достаточно громок по сравнению с основным видео. Значит, что мы делаем? Выделяем либо дорожку, либо полностью здесь, либо здесь. И так же самое корректируем ее. Уменьшаем громкость, не скорость. Так, можно, в принципе, и скорость уменьшить. Так, это мы увеличиваем. Вот скорость, то есть сократить. Так, и громкость уменьшаю. Где-то на, где-то делаю 40%. Все, смотрим, что у нас получилось. Еще раз проутюживаем. Ну, в принципе, так мне понравилось. Вот я могу здесь вот эту дорожку звуковую еще немножко растянуть, чтобы оно пошло в наложение звука. Так, не понравилось мне. Так, уменьшаем. Вот этой кнопочкой возвращаем наше действие. Так, вот так вот подвинули. Все, хорошо. Таким образом, в это видео я заложил такие моменты работы видеоредактора Movavi. Это загрузка звуковой дорожки новой, дополнительной для создания звукового эффекта видеофайла. И переходим сейчас к сохранению видео для загрузки на канале YouTube. А, забыл еще сказать. Значит, как вставить видеофайл, допустим, в середину где-то нашего проекта или в самое начало. Мы просто-напросто после загрузки можем взять вот, зажав левой кнопкой, передвинуть его в начало. Вот, что у нас получается. В середину. Вот у нас это так получится. Или в конец. Там, где мы его взяли. Вот. Я возвращаю свои действия. И вот так получается. Так, еще мне интересно один раз прослушать звуковую дорожку. По-моему, она слишком громкая. Так, да. Она слишком громкая. Значит, еще ниже чуть-чуть опускаю. Бежок. И проверяю еще раз. То, что заходит, да, да. То, что на него загрузка. Ага, вот так пойдет. Так пойдет. Все. И переходим к последнему уроку. К седьмому. Сегодняшнему. Это сохранение видео для загрузки на канал YouTube. Для этого нам что необходимо. Нажать кнопочку сохранить. Выбираем качество хорошее, высокое или лучшее. Это зависит от вашего пожелания. Но при этом, если у вас будет видео где-то получасовое или часовое, то очень большой будет вес этого видеопроекта. Я нажимаю высокое. Также нажимаю дополнительные установки. Выбираю. Практика показала, что нужно так делать. 1280 на 720. То есть 16 на 90. Высокое качество. Окей. Все остальное здесь не меняю. Окей. И нажимаю кнопочку старт. А, нет. Извиняюсь. Выбираю. Называю проект. Так, проект, урок, название, урок 6-7. Все. Значит, это я, имя файла я написал. Выбираем, где мы его будем сохранять. Сохранять мы его будем в Movavi школа в папке. Вот, нажимаем, выбрали выбор папки. Вот, нажимали, нажали кнопочку выбор папки. То есть, сохранить. Вот здесь вот выбрали папочку. И нажимаем старт. И ожидаем. Данный проект, длительность проекта составляет 2 минуты 18 секунд, это где-то приблизительно уйдет на сохранение порядка 3-4 минут. Если у вас будет видеопроект, допустим, 30 минут, он где-то может быть, в зависимости от вашего железа, то есть от вашего компьютера или ноутбука, загружаться порядка 30-40 минут. Если старая у вас аппаратура, то может быть и час, и полтора, до двух часов. Поэтому, друзья, выбирайте. Либо вы делаете, занимаетесь видео, становитесь блогерами, либо вы этим не занимаетесь. Вот мы видим ход сохранения нашего проекта, 89%. 2 минуты 11 секунд. Вот через 10 секунд он заканчивается. Все, вот выскакивает такое окошко. Файл, урок такой-то, такой-то. Открыть файл в папке. Все, нажимаем кнопочку ОК. И вот получается наш видеопроект. Так, ну, звук немножко слабоватый. Скорее всего, а вот здесь вот движок я. Все получилось нормально, отлично. Так что, друзья, заходим на этот урок, продолжаем изучение. Пишем комментарий и подписываемся на канал. Как, чем, зачем. Все. Спасибо за внимание. Следующий урок будет 8. Как загрузить видеопроект на канал YouTube. Все, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok